Крестовые походы были серией религиозных войн, санкционированных Латинской Церковью в Средние века, направленных главным образом на возвращение Святой Земли из-под мусульманского контроля. Эти войны, которые длились с конца Кси до конца XIII века, сыграли ключевую роль в формировании истории Европы и Ближнего Востока, оставив глубокий след в политической, религиозной и культурной сферах. Ниже представлено подробное исследование крестовых походов, освещающие их причины, основные кампании и долгосрочные последствия для Европы и исламского мира. Предпосылки и причины. Крестовые походы были вызваны, прежде всего, религиозными и политическими факторами. Основной целью было вернуть Иерусалим и другие святые места, которые оказались под контролем мусульман. Однако под этим скрывались более глубокие проблемы. 1. Религиозное рвение. Крестовые походы были глубоко укоренены в средневековом христианском убеждении, что война за святое дело, особенно за защиту или возвращение святой земли, была оправданным и даже праведным поступком. Латинская церковь, особенно под руководством Папы Урбана II, призывала к этим войнам как к актам религиозного покаяния и спасения. Христиане верили, что, взяв крест и сражаясь за святую землю, они могут заслужить спасение и прощение своих грехов. 2. Папская власть. Рост папской власти в Европе был еще одним важным фактором. Церковь стремилась утвердить свое господство и влияние над светскими правителями Европы, и крестовые походы предоставили возможность объединить христианских рыцарей и королей под общим знаменем. Призыв Папы Урбана II к первому крестовому походу в 1095 году был частично мотивирован желанием укрепить политическую власть папства, объединив христианскую Европу под его духовным руководством. 3. Феодализм и рыцари. Крестовые походы также предоставили выход для избытка энергии феодального воинского сословия в Европе. В этот период Европа была охвачена внутренними конфликтами между феодальными сеньорами, и крестовые походы дали возможность перенаправить их военные стремления на общего врага. Рыцари, связанные Кодексом Чести и стремящиеся к духовным и материальным наградам, с энтузиазмом присоединялись к этим святым воинам. 4. Призыв Византийской империи о помощи. Византийская империя, которая теряла территорию из-за наступления сельджуков, сыграла ключевую роль в разжигании крестовых походов. Император Алексей I Комнин обратился к Западу за военной помощью, особенно после византийского поражения в битве при Монцикерте в 1071 году, что привело к потере большей части Анатолия. Папа Урбан II воспользовался этой просьбой о помощи как возможностью объединить христианский Запад для защиты Восточной христианской империи и возвращения Святой Земли. 5. Экономические и территориальные амбиции. Хотя религиозные мотивы были центральными, крестовые походы также имели значительные экономические и политические причины. Многие европейские дворяне и рыцари рассматривали крестовые походы как возможность приобрести богатство, земли и статус. Левант воспринимался как земля возможностей, предлагающая щедрые награды тем, кто мог захватить территорию и контролировать торговые пути. Первый крестовый поход, 1096-1099. Первый крестовый поход был объявлен папой Урбаном двумя в 1095 году на Клермонском соборе, где он призвал христиан взять оружие и освободить Иерусалим от мусульманского контроля. Ответ был ошеломляющим, тысячи рыцарей, крестьян и духовенства отправились в поход на Святую Землю. Первый крестовый поход был примечателен тем, что стал самым успешным в достижении своей непосредственной цели – захвата Иерусалима. 1. Народный крестовый поход. Прежде чем основные армии крестового похода отправились в путь, неорганизованная группа крестьян, известная как Народный крестовый поход, во главе с такими фигурами, как Петр Пустынник, отправилась в Святую Землю. Однако эта группа была плохо оснащена и в основном уничтожена турками до того, как достигла своей цели. 2. Осада Антиохии. Одним из ключевых сражений первого крестового похода стала осада Антиохии в 1097 и 1098 годах. После долгой и изнурительной осады крестоносцы захватили город в июне 1098 года. Однако вскоре они сами оказались осажденными мусульманским войском, и лишь после отчаянных сражений и якобы божественного вмешательства им удалось удержать город. 3. Захват Иерусалима. Самым значительным событием первого крестового похода стал захват Иерусалима в 1099 году. Армии крестоносцев штурмовали город и после жестокой осады взяли его под контроль. Массовые убийства, которые последовали, были ужасными, мусульманские и еврейские жители были убиты в большом количестве. Это событие отразилось по всему исламскому миру и оставило наследие горечи, которое сохранялось веками. После захвата Иерусалима крестоносцы создали несколько крестоносных государств, включая Иерусалимское королевство, графство Эдесса, княжество Антиохия и графство Трипали. Эти государства часто были хрупкими и постоянно подвергались угрозам со стороны мусульманских сил. Второй крестовый поход, 1147-1149. Второй крестовый поход был объявлен в ответ на падение графства Эдесса, одного из крестоносных государств, перед мусульманскими силами в 1144 году. Однако второй крестовый поход был в значительной степени неудачным. 1. Участие европейских монархов. В отличие от первого крестового похода, который был организован в основном рыцарями и местными сеньорами, во втором крестовом походе приняли участие европейские короли, в частности, король Людовик VII французский и император Конрад III германский. Несмотря на высокий уровень участников, крестоносцы страдали от плохого планирования, недостатка координации и внутренних разногласий. 2. Осада Дамаска. Одной из главных целей второго крестового похода было захватить Дамаск, ключевой мусульманский город. Однако осада Дамаска крестоносцами в 1148 году закончилась провалом всего через несколько дней, и крестоносцы были вынуждены отступить. Этот провал сильно подорвал мораль крестоносцев и ослабил их позиции на святой земле. Неудача второго крестового похода вдохновила мусульманских лидеров, в частности Нураддина, правителя Алеппо и Дамаска, который сыграл ключевую роль в мусульманском сопротивлении крестоносцам. Возвышение Саладина и Третий крестовый поход, 1189-1192. Самым известным мусульманским лидером крестовых походов был Саладин, Салах Аддин, курдский военачальник, ставший султаном Египта и Сирии. Саладин объединил большую часть мусульманского мира и успешно провел кампанию по возвращению святой земли от крестоносцев. 1. Битва при Хаттине. Переломный момент наступил в 1187 году в битве при Хаттине, где Саладин решительно победил крестоносцев и захватил короля Гвида Иерусалимского. После этой победы силы Саладина в том же году вернули Иерусалим, что вызвало потрясение в христианском мире и привело к призывам к новому крестовому походу. 2. Третий крестовый поход. Третий крестовый поход был объявлен в ответ на падение Иерусалима. Его возглавили трое из самых могущественных правителей Европы, Ричард Львиное Сердце из Англии, Филипп II Французский и Фридрих I Барбаросса, император Священной Римской империи. Фридрих погиб в пути, но Ричард и Филипп продолжили кампанию, хотя их отношения были напряженными. 2. Осада Акры. Одним из главных успехов Третьего крестового похода стало взятие Акры в 1191 году после длительной осады. Акра стала новой базой операции для крестоносцев. Ричард и Саладин. Третий крестовый поход, возможно, больше всего запомнился соперничеством между Ричардом Львиное Сердце и Саладином. Несмотря на ожесточенные бои, Ричарду не удалось вернуть Иерусалим. Тем не менее, два лидера в конечном итоге договорились о перемирии в 1192 году, которое позволило христианским паломникам посещать Святую Землю, в то время как Иерусалим оставался под контролем мусульман. Хотя Третий крестовый поход не достиг своей главной цели – возвращения Иерусалима, он укрепил присутствие крестоносцев в регионе и установил хрупкий мир между двумя сторонами. Четвертый крестовый поход, 1202-й, 1204-й, и разграбление Константинополя. Четвертый крестовый поход печально известен тем, что отклонился от своей первоначальной цели – возвращения Иерусалима. Вместо этого крестоносцы разграбили Константинополь, столицу Византийской империи, в 1204 году. 1. Венецианское влияние. Крестоносцы заключили договор с Республикой Венеция, чтобы она предоставила им корабли для похода на Святую Землю. Однако крестоносцы не смогли выплатить полную сумму, и венецианцы убедили их перенаправить свое внимание на город Зара, христианский город, в качестве оплаты. 2. Разграбление Константинополя. Крестоносцы были убеждены Алексеем Айви, претендентом на Византийский престол, поддержать его попытку захвата власти в Константинополе. Когда Алексей был свергнут, крестоносцы, разочарованные и не получившие оплаты, обратились против города и разграбили Константинополь, одно из самых позорных событий в средневековой истории. Город был разграблен, а большая часть его сокровищ была увезена на запад. Византийская империя была разделена, и на ее месте было создано Латинское царство. Четвертый крестовый поход углубил раскол между Латинским Западом и Греческим Востоком, и Византийская империя никогда не оправилась от этого удара. Поздние крестовые походы и упадок, XIII век. После четвертого крестового похода состоялось еще несколько крестовых походов, но ни один из них не достиг того же уровня успеха или значимости, что и предыдущая. 1. Пятый крестовый поход, 1217-1221. Пятый крестовый поход был попыткой захватить Египет, чтобы ослабить мусульманский контроль над Святой Землей. Однако крестоносцы были окончательно разбиты при осаде Домиэты, и кампания завершилась неудачей. 2. Шестой крестовый поход, 1228-1229. Шестой крестовый поход, возглавляемый отлученным от церкви императором Священной Римской империи Фридрихом II, был уникален тем, что достиг успеха не благодаря военным действиям, а через дипломатию. Фридрих договорился с мусульманским лидером Аль-Камилем, племянником Саладина, и в 1229 году заключил соглашение, согласно которому Иерусалим, Вифлеем и Назарет были возвращены под контроль христиан на 10 лет. Однако успех Фридриха был недолговечен, так как хрупкий мир распался после истечения срока действия договора, и город был вновь захвачен мусульманами в 1244 году. 3. Седьмой крестовый поход, 1248-1254. Седьмой крестовый поход был возглавлен королем Людовиком IX французским, одним из самых благочестивых монархов того времени. Людовик начал кампанию по завоеванию Египта, полагая, что это ослабит мусульманские силы и откроет путь к возвращению Иерусалима. Однако крестовый поход закончился катастрофой, Людовик и его армия были разбиты и захвачены в битве при Эль-Мансури в 1250 году. Людовика освободили за выкуп, но поражение нанесло значительный удар по делу крестоносцев. 4. Восьмой крестовый поход, 1270-й. Король Людовик IX начал еще один крестовый поход в 1270 году, на этот раз направленный против Туниса в Северной Африке. Однако кампания оказалась короткой, так как Людовик вскоре умер от болезни после прибытия в Тунис. Крестовый поход завершился неудачей, и после смерти Людовика интерес к будущим крестовым походам резко снизился. 5. Девятый крестовый поход, 1271-1272. Девятый крестовый поход, возглавляемый принцем Эдуардом Английским, будущим Эдуардом Первым, стал последним значительным крестовым походом в Святую Землю. Хотя Эдуард добился нескольких мелких побед, крестовый поход в конечном итоге не достиг своих целей, и к 1291 году последний оплот крестоносцев на Святой Земле, Акра, пал под ударами мусульманских войск. 6. Последствия и наследие крестовых походов. Крестовые походы оказали глубокое и продолжительное влияние как на Европу, так и на Ближний Восток. Хотя сами военные компании в конечном итоге не смогли установить долгосрочный христианский контроль над Святой Землей, наследие крестовых походов можно увидеть во многих аспектах европейской и Ближневосточной истории. 1. Религиозное и культурное влияние. Крестовые походы значительно углубили разрыв между христианством и исламом. Зверства, совершанные обеими сторонами во время крестовых походов, такие как массовые убийства мусульман и евреев в Иерусалиме во время первого крестового похода и жестокое обращение с христианскими пленниками со стороны мусульманских войск, оставили наследие горечи и вражды, которая сохранялась на протяжении столетий. В Европе крестовые походы помогли укрепить власть и влияние церкви. Крестовые походы стали важной частью средневековой христианской жизни, а концепция Святой войны глубоко укоренилась в религиозном сознании того времени. Идея крестового похода также использовалась папством в последующие века для кампаний против эретиков и нехристиан, таких как Альбегойский крестовый поход против катаров на юге Франции и Северные крестовые походы против языческих народов в Балтийском регионе. Крестовые походы также привели к увеличению взаимодействия между христианским и мусульманским мирами, что имело некоторые положительные последствия. Несмотря на конфликт, крестовые походы способствовали культурному обмену. Европейцы познакомились с новыми идеями, технологиями и товарами с Востока, включая достижения в медицине, науке и математике, а также предметы роскоши, такие как специи, шелк и фарфор. Этот обмен впоследствии способствовал европейскому ренессансу. 2. Политические и военные последствия. Крестовые походы оказали значительное политическое воздействие на Европу и Византийскую империю. Для Византийской империи четвертый крестовый поход стал катастрофой, так как привел к разграблению Константинополя и созданию Латинской империи. Византийская империя никогда полностью не оправилась от этого удара, и ее ослабленное состояние сделало ее уязвимой для последующего завоевания Османской империи в 1453 году. В Западной Европе крестовые походы способствовали росту централизованных монархий. Участие многих европейских дворян в крестовых походах часто ослабляло их местные властные базы, так как они продавали или закладывали свои земли для финансирования компаний. Это, в свою очередь, позволило королям укрепить свою власть и установить более сильные централизованные правительства. Крестовые походы также оказали долгосрочное влияние на европейскую военную технику. Опыт борьбы на Святой Земле против мусульманских войск привел к улучшениям в осадной войне, использованию кавалерий и развитию новых военных тактик. Европейские рыцари также переняли некоторые оружия и доспехи, использовавшиеся их мусульманскими противниками, такие как арбалеты и кольчуга. 3. Экономические последствия. Крестовые походы оказали значительное влияние на европейскую экономику, особенно в отношении торговли. Спрос на товары с Востока, такие как специи, текстиль и драгоценные металлы, значительно возрос во время и после крестовых походов. Итальянские города-государства, такие как Венеция и Генуа, которые играли ключевую роль в транспортировке крестоносцев на Святую Землю, стали богатыми и могущественными, контролируя торговые пути в Средиземноморье. Крестовые походы также способствовали развитию банковских и финансовых учреждений. Крестоносцы часто нуждались в заимствовании больших сумм денег для финансирования своих экспедиций, что привело к росту кредитных практик и разработке более сложных финансовых инструментов, таких как аккредитивы. 4. Влияние на мусульманский мир. Для мусульманского мира крестовые походы представляли собой как военный вызов, так и объединяющую силу. Хотя первоначальная реакция мусульман на крестовые походы была разрозненной, такие лидеры, как Саладин, смогли объединить мусульманские фракции под знаменем джихада, священной войны против христианских захватчиков. Крестовые походы укрепили идею защиты исламских земель от христианской агрессии, что стало постоянной темой в последующей исламской истории. Крестовые походы также способствовали окончательному упадку крестоносных государств в Ливанте. Мусульманские лидеры, такие как Зинги, Нурад-Дин, Саладин и, позже, мамлюкские султаны Египта, постепенно вытесняли крестоносцев, что завершилось падение Макры в 1291 году, положившем конец присутствию крестоносцев на Святой Земле. Крестовые походы были сложной и многогранной серией событий, оказавших глубокое влияние на историю Европы и Ближнего Востока. Несмотря на то, что они не достигли своей основной цели, установить постоянный христианский контроль над Святой Землей, крестовые походы сыграли ключевую роль в формировании политической, религиозной и культурной картины средневекового мира. Наследие крестовых походов ощущается и сегодня, поскольку они продолжают влиять на современные дискуссии о религиозных конфликтах, священной войне и отношениях между Западом и исламским миром. От возрастания папской власти до создания новых торговых маршрутов, от культурных обменов между Востоком и Западом до длительной вражды между христианами и мусульманами, крестовые походы оставили неизгладимый след в мировой истории. Несмотря на многочисленные неудачи, крестовые походы остаются одним из наиболее значимых эпизодов в истории средневековой Европы и всего средиземноморского мира.